Узор выполняется путем перевития петель, еще это называется коса, но коса не простая, не по прямой, а со сдвигом. То есть мы выполняем перевития 3 к 1, первой перевиваем петлю, первой перевивается одна петля, надевается на иглу и вторым этапом 3 иглы. Подобный узор мы с вами уже выполняли, на его основе мы выполняем узор со сдвигом. Итак, следующий. 3, 1, 1 петля, 3 петли. 3, 1, 1 петля, 3 петли. Провязываю 4 ряда. И теперь я сдвигаю петли, и теперь я сдвигаю перевития на 2 петли, можно больше, можно на 1 петлю. Коса, ее видно вот здесь, вот у меня 4 иглы работающие, вот они видны. Я беру, со сдвигом на 2 иглы в сторону, можно вправо, можно влево. И выполняю то же самое, только со сдвигом. Вот они, вот она коса, я ее вижу, со сдвигом на 2 иглы снимаю петли на 2 петли. Можно запомнить, сколько игл между перевитиями, и тогда не придется смотреть на границы предыдущего узора. 4 ряда. Предыдущий узор, вот он, со сдвигом на 2 иглы, делаю следующее перевитие. Таким образом, я сдвигаю косу на нужное количество игл, чтобы она доходила до определенного края, потом возвращалась обратно. То есть сдвигать можно вот так по всему полотну нашего изделия. Обратно, когда мы сдвигаем, мы делаем то же самое, только теперь у меня игла. Только когда мы делаем сдвиг в обратную сторону, можно перевивать иглы наоборот. То есть, если мы здесь брали 3 иглы и 1, то когда я пойду в другую сторону, я буду брать 1 иглу и 3. Но в любом случае, петля, которая у меня находится на одноигольном декере, перевивается первой. И сверху ее накрывают 3 петли. Таким образом, мы получаем такой интересный узор со сдвигом. Если этот узор вам понравился, нажмите «Нравится», поделитесь. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на бесплатные вязальные посиделки. И жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаемся стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Также ранее。 Подпишитесь на канал. Пишите какую-то линки. Продолжение следует...